Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Глицифер, это обзор игры Prevolution Soccer 2010 от компании Konami. Впервые в Prevolution Soccer я поиграл, наверное, в конце 2003 года или в начале 2004, когда разочарованный 4-й FIFA набрел на прилавках на диск Prevolution Soccer 3, решил купить, попробовать и не прогадал. Игрушка оказалась действительно стоящей, несмотря на то, что лицензий там было очень мало. Лицензия вообще достаточно больная тема PES, но об этом я расскажу как-нибудь попозже в одном из ближайших роликов, который планирую сделать. Здесь, в принципе, с годами с лицензией дела стали обстоять лучше и намного лучше. И в этой, в принципе, тоже все достаточно неплохо. Но, правда, в Англии лицензированы всего две команды – Ливерпуль, Манчестер и Юнайтед. На самом деле, эта проблема вообще небольшая. Патчи выходят практически параллельно с игрой. Да и на самом деле, без патча я играл в третьей, четвертой версии, играть вполне реально. Игрушка очень интересная, увлекательная без них. В принципе, от Prevolution Soccer 10 я ожидал, что будет очередной добротный футбольный симулятор, в который можно будет поиграть. И, в принципе, игра в какой-то степени оправдала мои ожидания, но в некоторой она меня разочаровала. И так, собственно, встречает она нас очень приятным, очень красивым и удобным интерфейсом. То, чего, в принципе, раньше у Prevolution Soccer не наблюдалось. Раньше он был невзрачный, неброский, но при этом простой. И не было никаких замудренностей, как в той же FIFA. Ничего лишнего не было здесь. Он красивый, но и в целом тоже остался незамудренным, за исключением Мастер Лиги, но об этом чуть попозже. Начнем мы с вами с Лиги Чемпионов. Чем она мне здесь нравится, это дизайном. Дизайном менюшек и прочего, интерфейсом, потому что очень похоже на то, что мы видим с вами по телевидению. И это очень приятно. Первое, что бросается, собственно, в глаза, когда вы садитесь играть, это графика. Графика стала лучше, графика очень хороша. Второе, как только начинаете матч, на самом деле, что мне лично бросилось, игра стала проще. Игра стала ощутимо проще, чем тот же девятый PS. Можно даже сказать, наверное, она стала аркаднее. Но, на самом деле, приключившись на самый высокий уровень сложности, играть становится так же непросто, как раньше. Но, если раньше такая сложность была в середине, а самый высокий уровень сложности был настолько сложен, что аж зубы сводило, то здесь этого нет, и, скорее всего, эта игрушка надоест намного быстрее, чем в предыдущей версии. Но, тем не менее, получилось весьма добротно, играть в этом можно, и я бы даже порекомендовал эту игру любителям футбола. Очень мне еще нравится в этой Лиге Чемпионов повторы, да, то есть, вот, особенно вот штрафной, да, и мы видим, повтор, но красиво сделан. Очень красивая игрушка. Но, в целом, я боюсь, что PS пошел по тенденции развития FIFA. Он смещается в сторону аркадности, в сторону красоты, а игровая составляющая немного отходит на второй план. Вот здесь я, как бы, хочу поднять вопрос о судействе. Оно мне совершенно дико не нравилось ни в девятой, и не нравится в этой версии. То есть, вот подкаты, да. Мы видим, я получил желтую карточку за подкат, ну, за дело, а вот за подкат сбоку противник не получил ничего. И вот, хотел показать еще менюшку взамен, тоже очень красочное. Почему нельзя сделать нормальное судействие? Я лично не очень понимаю. Ну, с офсайдами, да, понятно, это легко. Ну, сделали все давно, и это просто, в принципе, я считаю, с подкатами сделать все несложно, но почему-то вообще непонятно. То есть, подкаты сзади, сбоку, неважно. Главное, чтобы в мяч было, и все. Ну, мне это немного непонятно, и это немного разочаровывает. Вот, я покажу вам еще раз, пожалуйста. Совершенно никакой реакции судьи на подкат сзади, за которую нужно давать желтую по-хорошему. И давайте ознакомимся с режимом одного игрока. Станет легенды. Раньше этот режим я не очень привлекал, но сейчас стало интересно, потому что как-то, ну, немного наскучил обычный режим игры, а раньше было интересно, ну, и как-то дополнительными всякими режимами вот такими не очень интересовался. А сейчас достаточно интересно, то есть, вы начинаете в любительской команде, и, грубо говоря, прокладываете путь к своей. Слайд. Вот здесь, я думаю, стоило начать, наверное, со среднего уровня, потому что на сложном достаточно долго приходится пробиваться на состав, и к тому же ставить себя с какими-то овощами, которые вообще непонятно, что творят на поле. Благо, хоть соперник не так много забивает. Вот что сейчас сделал игрок, мне совершенно непонятно. И на самом деле нужно получать рейтинг каждый матч как можно выше, и таким образом, получая как можно выше рейтинга, вы получаете доверие тренера и попадаете в состав. Но от чего зависит рейтинг, мне лично совершенно непонятно. Потому что, забив гол и получив желтую карточку, я получил самый низкий рейтинг в игре, и в этой игре я получил самый низкий рейтинг среди всей команды, хотя достаточно много бил поворотом, и точно после моего удара гол был забит. Но когда я очень много бегал с мячом впереди и лупил фиг знает куда, фиг знает как, я получал достаточно высокие рейтинги. От чего он тут зависит, я еще раз повторюсь, я, честно говоря, не понял. И режим мастер-лиги. Вот он стал, по-моему, безумно, безумно нагружен лишней информацией. Менюшка, опять же, приятная и интересная, но спонсоры, не помню были ли раньше спонсоры, неужели. Да, можно нанимать различных работников. Так, самый высокий уровень пятый, понятно, все уже, значит, уже никого нанимать не надо. Очень много текста, очень много, мне кажется, лишних кнопок. Раньше все было, по-моему, намного проще, добавились тренировки. Я не помню, были ли они раньше, честно говоря, забыл уже. Чтобы вот текста очень много, так, давайте попробуем оставить тренеру, что... А, это он просто стимулирует. Так вот, режим мастер-лиги немножечко, даже немножечко, а достаточно порядочно разочаровал, по-моему, здесь. Ну, я не знаю, просто... Все равно нужными являются, там, кнопок 5, не больше. Ну, и, наверное, стоит подвести итог этой игре. Скажем так, я бы поставил ей 7 из 10. Почему 7 из 10? Да, в принципе, я сказал, основные проблемы это судейство. То, что игрушка стала более аркадной. Ну, хотя судейство, наверное, не так, небольшие мелочи жизни. В основном, то, что она стала более аркадной. То, что режим мастер-лиги очень замудрён. Конечно, очень здорово получился режим за одного игрока. Но главное, это то, что в целом ничего кардинально нового мы не видим. Не видим достаточно давно уже. Как и в FIFA, так и в Pace, на самом-то деле. Да, она становится красивее, лучший интерфейс. Исправляются какие-то косяки, как с той же лицензией. Но в целом, в принципе, игра та же самая. В чём-то это хорошо, но в чём-то это начинает уже немножечко утомлять. И очень бы, на самом деле, хотелось, чтобы Pace продолжал развиваться. Ну, хотя бы он был таким же, каким мы видим его сейчас. Потому что это единственный нормальный, стоящий, добротный симулятор, который есть на ПК. FIFA сейчас... Да, достаточно давно уже никакая. Большое спасибо за внимание. И до свидания.